всем привет давайте сегодня поговорим о том как нужно зарегистрироваться на таобао и как в последующем общаться с продавцами для этого откроем главную страницу taobao.com и где-то здесь вверху есть кнопка регистрации я конечно же не понимаю китайского языка также как и выберу копирую и вижу что это регистрация первое первое слово вот это вот и нажимаю на него здесь ставлю английский язык чтобы было понятней для регистрации нужно ввести настоящий свой мобильный номер телефона в данном случае я ввожу свой вы будете свой причем сразу говорю что возможно на какие-то операторы не будет приходить верификационный код и надо будет попробовать какой-то другой номер телефона либо если вообще у вас не получится регистрация на таобао этой инструкции то можете в интернете поискать готовые логин и пароли для общения с продавцом перетягиваем вправо эту полоску все отлично и ставим калочку и дальше дальше ждем перспективный код в течение минуты должен прийти наконец-таки пришла смс как причем она пришла со второго раза пришлось два раза нажать на кнопку отправить сообщение вот теперь все эти нажимаю кнопку конферты в данном случае нужно ввести пароль и повторить пароль дальше нужно ввести свой емайл и последнее нужно придумать себе имя чтобы она обязательно началась от пароля может быть другого в данном случае я просто первые цифры емайла прописал сразу как вы слышите приходится маски на телефон здесь пароли для активации alipay которую вам для общения в целом не нужны сейчас мы переходим ко второму этапу это общение с продавцом что для этого нам нужно заходите в яндекс сбивайте trade manager это название той программы с помощью которой мы будем общаться с продавцами существуют различные программы на windows на mac и в зависимости от того какая вам нужно вы скачиваете у меня виду вся скачивают для windows как скачивать программу вам думаю объяснять не нужно вы это и сами сможете сделать дальше вы и устанавливаете и дальше я ее запускаю и показываю как в нее заходить после установки у вас на рабочем столе появится вот такой вот синенький значок всегда нужно запускать от имени администратора можно на некоторых компьютерах как раз таки просто обычным щелчком мышки программа не запустится на стоит по умолчанию запуск от имени администратора так что есть нужно выбрать выбираете вот здесь таобао вот этот значок в данном поле вы вводите вы логин в данном случае я веду свой своим клиентам могу представить даже свой аккаунт далее вводите пароль от этого аккаунта здесь галочки оставляете чтобы вас запомнила программа нажимаете вот эту большую синюю кнопку смотря на то что программа на китайском ну все банально просто вот этот статус сверху зеленая кнопочка это означает что вы зашли в программу теперь мы можем общаться с продавцами открываем произвольную страницу на таобао и находим тоже самую синюю головку нажимаем на эту синюю головку сразу высвечивается сообщение что можно сообщить о каком продукте будет идти речь ну я могу просто произвольно написать продавцу hello как видите автосообщение давайте дам простой совет общайтесь с поставщиками изначально на английском языке так будет понятнее вам но не так понятно для них очень много китайцев говорят на английском но если они вас не поймут они вам так и напишут что вдруг я не понимаю по-английски говори по-китайски в данном случае вы переходите на китайский общение ведем с помощью переводчика открывайте google translate по-русски вводите вопрос приводите его на китайский и отсылаете продавцу спустя какое-то время он вам ответит очень удобно узнавать какие-то параметры груза такие как вес стоимость в общем так просто вы можете задавать любой вопрос китайцу в данном случае уже поздно китайцы не отвечают мы не будем ждать ответа